К финишу с ветерком и лаем в регионе впервые прошли зимние соревнования по ездовому спорту. Трасса покорилась и профессионалам, и даже трехлетним любителям. На старт вышли спортсмены из пяти городов, а к финишу со всех лап неслись не только нарты. Вместе с четвероногими в упряжке впряглись еще и лыжники. За снежной гонкой наблюдала Кристина Агафонова. Их едва можно удержать на старте, но главная задача – сдержать любопытство уже на самой трассе. А для скиджардистов – сохранить скорость. Замечательно, классно. Правда, мы немножко догнали четвертый номер и не смогли его обогнать. Ребята у меня в этом сезоне первый раз стартуют, поэтому один из них вообще только первый. Вообще первый раз стартует, он маленький совсем еще. И обгон у нас, к сожалению, не получился. Мы должны были обогнать и уйти. Обогнать, обогнали, уйти не смогли. Пришлось опять соперника пропустить вперед. На отдых времени мало, лохматую упряжку быстро запрягает в нарты дочери. Черную штуку специально в шлем положила, она закрывает горло. На старт вышли не только лыжники. К финишу любителей скорости потянули ездовые двойки и даже шестерки. Я принимаю участие не для победы, а для интереса. Классно, что ты ездишь по разным городам, что это весело, это очень энергично, это просто общаешься с собаками. Это простое общение и нечеловеческие эмоции стоили ей красивого увлечения. Четыре года назад Лиза променяла бальные танцы на уличные тренировки и ездовой спорт. На спринтерской дистанции и быстрые хаски, и выносливые маламуты. А вот истории тех, кого покорили лохматые носы и красивые глаза, похожи одна на другую. Ездовой спорт у нас, так сказать, появился в нашей жизни, когда купили первую собаку. Сначала купили для себя, для души, для удовольствия, потом решили бегать. С одним весело, хорошо, но бегаю я с собакой, жена сзади на лыжах. Ей неинтересно, купили второго. И все равно второго тоже отнял. Теперь надо третьего. Дорого, но весело и здорово. И мы довольны. Почти пять километров для взрослых и полтора для детей. Первые ульяновские соревнования собрали почти 70 любителей активного отдыха из разных городов Поволжья. Дистанцию мы накатываем уже месяца два или три. Трасса у нас скоростная. Она не сложная, но скоростная. Приоритетная в наших соревнованиях то, что здоровый образ жизни и любовь к животным. Победители выбрали сразу в 18 номинациях. Но самыми ценными для тех, кто пересек финишную черту, стали объятия семьи. Скажи, мама молодец. Мама молодец. Из лыжницы в тренеры. Для них ездовой спорт уже давно превратился в семейный вид отдыха. Ульяне нет еще и трех лет, но она уверенно держится в обычных санках. Их и потянет по снежной трассе любимица Юта. Если начинать с Ростова, то это всегда свежий воздух. На природе постоянно тренировки. Ребенок с детства какой-то у него есть интерес. Любовь к животным, к спорту, к активному образу жизни, поменьше компьютеров и так далее. Думаю, что не зря. Почти щенячьего восторга здесь хватило каждому. Лохматых героев заездов зрители не отпускали долго. Те, кто не получил грамоты участников, ушли с этих соревнований с новыми фотографиями и щедрой порцией позитивных эмоций. Кристина Гафонова и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. Из Старомаинского района.